В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Избирательные участки закрыты. И главное политическое событие года финишировало. Покажем, как в городе прошли выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Знаковый объект. В Бобруське продолжается реконструкция детской больницы. В ногу со временем расскажем, как современное оборудование влияет на развитие особенных ребят и как быстро дети с инвалидностью приспосабливаются гаджетам. В режиме плодотворного диалога. Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Белоруссии посетил Бобруськ. На протяжении получаса поднимал гирю весом 32 килограмма. Спасатель Владимир Цирибко стал победителем международного фестиваля здорового образа жизни. В Бобруське умеют играть в волейбол. Город принял республиканские соревнования среди женских команд. Также в итогах недели скидка на знания, кто может получить преференции и платить меньше за учебу в белорусских университетах. И устроил стрельбу прямо во время занятий, что известно о мотивах нападавшего парня из Благовещенска. Главное политическое событие года в Беларуси финишировало. Парламентские выборы, отмечают специалисты, прошли спокойно и в соответствии с законом. Досрочное голосование, напомним, завершилось накануне и традиционно продлилось пять дней. Делая свой выбор, белорусы обращали внимание на реальность обещаний претендентов на депутатское кресло. Как проходило голосование на парламентских выборах в Бобруське, смотрите прямо сейчас. Свой голос в числе первых на избирательном участке номер 16 отдал и председатель Бобруйского горесполкома. Александр Студнев тепло поприветствовал комиссию, а также наблюдателей. Дальше стандартная для любого гражданина процедура. Мэр города поставил подпись напротив своей фамилии в списке, а после отправился в кабинку для голосования. Затем опустил бюллетень в ящик. Люди сегодня могут прийти не только на избирательную кампанию, они могут сегодня посмотреть коллективы наши детские, потому что есть на что посмотреть, нам есть чем гордиться сегодня нашими коллективами. Поэтому я уверен, что люди будут приходить сегодня именно на праздник и отдавать свой голос за того кандидата, которому они доверяют, которого они видят и в которого они в конечном итоге уверены. В важном политическом событии принял участие и председатель Бобруйского городского совета депутатов. Михаил Желудов уверен, выборы – это тот самый случай, когда граждане сами определяют будущее государства. Безусловно, выборы не дают возможность прогнозировать. Конечно же, самое главное сегодня, то, что проходит выборы, это избрание тех людей, которые самые достойные. Процесс голосования, как известно, контролируют не только члены комиссий. Присутствуют также общественные и международные наблюдатели. Не первый раз являюсь администрателем на выборах, особенно в Беларусь, и с каждым разом не удивляет степень высокой организованности. Я считаю, что вот на сей час это самые лучшие выборы, которые я видела, в плане того, что мало очень жалоб, мало непониманий. Уже успели ознакомиться с работой участковых избирательных комиссий на досрочном голосовании. Нами нигде не было зафиксировано ни нарушения, все шло своим чередом. Избиратели активно голосуют на выборах, все идут с удовольствием, настроение прекрасное. В такой день наравне с теми, кто голосует впервые, заполняют бюллетени и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного Олимпа. Мастер спорта международного класса и бобручанка Дарья Наумова в числе тех, кто считает, что это долг каждого гражданина. Выборы – это важное событие, поэтому я пришла и поголосовала. Для людей с ограниченными возможностями также предусмотрена и безбарьерная среда. А это значит, что они могут беспрепятственно попасть на избирательный участок. По специальным пандусам внутри помещения тоже есть все условия для голосования. На самом деле очень приятно то, что наши особенности, наши потребности учитываются. И здесь предоставлены возможности для того, чтобы самостоятельно, действительно полностью, человек смог проголосовать. У нас предусмотрена кабинка. И в этой кабинке имеется специальная тумбочка, чтобы человек мог подъехать на колясочке. И здесь вот у нас специально предусмотрена возможность подъехать без каких-то ограничений. К слову, для впервые голосующих, а в этом году их немало, подготовили приятные подарки. Не остались без внимания и те, для кого 17 ноября – знаковая дата в году. У меня сегодня день рождения, и я впервые голосовала. Для меня это очень важно и очень приятно, такое внимание от всех. Хлебобулочные и кондитерские изделия, собственное производство и дегустации. Бобруйский общепит, как и обещал, порадовал жителей вкусными деликатесами. В ассортименте буфетов все только самое свежее и по минимальным ценам. Любой избиратель на избирательном участке может иметь возможность продегустировать продукцию Бобруйского мясокомбината, а также увидеть ее на витринах нашей сети торговой и купить понравившийся вид. Еще одним немаловажным презентом для жителей стал масштабный концерт на главной сцене города. Его организовали творческие коллективы Дворца искусств. Ну а участковые избирательные комиссии ровно в 20.00 закрыли свои двери. Там сейчас начался ответственный этап – подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны уже завтра. Об этом сообщит ЦИК. Мария Бересневич, Людмила Любимцева, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Динамичными темпами в Бобруйске активно ведутся работы по реконструкции детской больницы. Этот объект включен в государственную инвестиционную программу Могилевской области на 19-е и 20-е годы. Напомним, часть денежных средств удалось собрать благодаря благотворительному марафону по зову сердца всемирам. Они также пойдут на благоустройство больницы. Вести в эксплуатацию долгожданную детскую здравницу планируют в ноябре следующего года. О том, какие работы проделаны почти за год, расскажет Людмила Любимцева. Реконструкция знакового объекта нашего города детской больницы началась в декабре прошлого года. Её первым этапом был демонтаж всего здания, после чего начались строительные работы. Заливка новых полов, усиление конструкции и замена кровли. Сегодня в корпусе трёхэтажного здания установлены окна. Возводятся кирпичные и гипсокартонные перегородки. Ведутся штукатурные работы. К зданию подведён силовой кабель. Кроме этого, осуществляется устройство наружных тепловых сетей. Утепляем кровлю тех чердак. Все мокрые процессы на данный момент практически у нас завершены. В зиму мы ведём с теплым. В ближайшее время собираемся подключить отопление. И остаются у нас отделочные работы. Это облицовка стен плиткой, полов облицовка, малярные работы. То есть зимой будем работать в тепле. Эти же работы ведутся и в соседнем двухэтажном здании детской третьей поликлиники города, где был также произведён полный демонтаж. В помещении детской больницы начато утепление технического этажа. Выполнен монтаж одного лифта. Всё происходит согласно графику и ведётся активными темпами. Общая сумма, которая нужна для реконструкции – более 10 миллионов белорусских рублей. Финансирование за счёт областной инвестиционной программы. Этот объект включён в областную инвестиционную программу следующего года, 2020 года. И выделены лимиты, которые будут в этой программе, позволят нам завершить строительство в следующем году. То, что мы проводили акцию, значит, деньги саккумулированы на счетах в Бомбрусской городской больнице. Тоже будут использованы на строительство данного объекта. Внутри объекта будет полная перепланировка помещений – ординаторской смотровых кабинетов врачей. Появятся палаты блочного типа. В каждой из них планируется оборудовать четыре койка места, плюс душ и санузел. В детскую больницу также закупят новую мебель и оснастят её современным оборудованием. Будет меняться лабораторное оборудование, новый биохимический анализатор, гематологический анализатор. Поскольку детская больница делает биохимические анализы крови для детей всего города и Бомбрусского района, для нас это очень актуально. Меняется оборудование ультразвуковой диагностики, меняется эндоскопическое оборудование на более новое, современное оборудование. Закупается новое физиотерапевтическое оборудование. Кроме этого знакового проекта в Бобруйске также ведется работа над пристройкой больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. Приобретается новое оборудование в различные медучреждения. Все эти актуальные вопросы развития здравоохранения недавно обсуждали на пресс-конференции, которая прошла в исполкоме. Одна из важных тем – использование информационных технологий в работе поликлиник. Ведь это в первую очередь удобно пациентам. Записаться к врачу или заказать рецепт можно, не выходя из дома. На сегодняшний день уже вся система регистратуры у нас компьютеризирована, компьютеризированы рабочие места специалистов. Мы имеем возможность выписки электронного рецепта, что очень важно для нашего населения. Это возможность использовать современные технологии в своей повседневной жизни и получать уже медикаменты, используя пластиковую карту. Еще один немаловажный аспект в доступности медицины – функционирование горячей линии на базе центральной больницы. Набрав номер 727-00, любой горожанин может получить ответ на волнующий вопрос – от записи на прием и консультации до диагностики и лечения. Планируется, что в скором времени появится еще более запоминающийся номер. Эту идею, напомню, недавно озвучил председатель городсполкома во время открытия маммографа в онкодиспансере. С 8 до 17 часов по будним дням там дежурят опытные организаторы здравоохранения, которые разъяснят все интересующие вопросы. Как быстрее получить то же направление на областной республиканский уровень. Как пройти какое-то исследование или же какое-то лечение на базе учреждений здравоохранения. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Почему в общественном транспорте может исчезнуть звуковая реклама? Как в стране борются с упаковкой без приставки ЭКО? И на какие преференции могут рассчитывать парни, отслужившие в армии? Подробнее в нашем традиционном дайджесте. Беларусь рассматривает предложение об отключении рекламы в общественном транспорте в вечернее время. Инициативу сейчас обсуждают в парламенте, где ко второму чтению готовятся поправки в закон о рекламе. Министерству антимонопольного регулирования и торговли не просто дается принятие конкретных решений, так как с одной стороны рекламой недовольны пассажиры, а с другой представители бизнеса выступают против каких-либо изменений. Чтобы угодить двум сторонам, Марк сейчас рассматривает идею временного ограничения. В стране хотят взымать больше с юридических лиц за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковые посуды. Постановление сам МИНА вынесли на общественное обсуждение. Согласно инициативе, юрлица будут перечислять больше денег на счет операторов вторичных материальных ресурсов за организацию сбора. К слову, рассматриваемое нововведение входит в поэтапное снижение использования пластика и перехода на стеклянную бумажную и биоразлагаемую упаковку. Предполагается, более высокая плата будет стимулировать производителей создавать экологическую упаковку, а общепит использовать многоразовую посуду. Отслужившие в армии смогут получить скидку на платное обучение. Сейчас такую возможность рассматривают в правительстве, рассказал министр обороны Андрей Равков. По его словам, для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, студенты должны сдать вступительные экзамены не ниже, чем на 6 баллов. Министр отметил, в Беларуси дальше будет развиваться система соцзащиты военнослужащих срочной военной службе. На престижном конкурсе красоты Miss International 2019, который проходил в Токио, победительницей назвали Сирид Хорт Лиарам Ват из Таиланда. Участница от Беларуси, бобручанка Мария Первей, вошла в ТОП-15. Всего в 59-м конкурсе приняли участие 82 девушки со всех континентов. Мария Первей, рейтинговый сайт, предсказал победу или попадание в тройку лучших. Девушке 22 года, она профессиональная модель, учится на экономистов в Белорусской сельскохозяйственной академии, развивает свой бизнес и занимается благотворительностью. Интерактивное и развивающее оборудование или надежда на светлое будущее. Центр коррекционного развития и реабилитации максимально оснащен девайсами для обучения особенных ребят, большинство из которых имеют множественное нарушение развития. Сегодня в специализированном учреждении по эффективной методике обучается 33 ребенка. Это три дошкольные группы и два спецкласса. В сентябре в центре произошло целых два долгожданных события. Открылся бассейн, а также парк пополнил оснащенный автомобиль для транспортировки детей. О том, как это влияет на жизнь ребят, смотрите далее. 13-летняя Лиза Харлап на альбомном листе старательно рисует яркое солнце. На первый взгляд действие кажется банальным, однако для мамы девочки это настоящее чудо. Ее ребенок родился с диагнозом ДЦП, потому тот факт, что Лиза держит в руке карандаш, уже достижение. За 10 лет в коррекционном центре ее научили многому. В эмоциональном плане, конечно, если бы мы не посещали центр, я не представляю вообще, как бы это было. То есть это наш второй дом, здесь педагоги все очень квалифицированные, поэтому ребенок развивается во всех смыслах, и физически, и духовно. Специалисты отмечают, завлечь малышей только занятиями за партой сложно. Здесь на помощь приходят девайсы. В прошлом году, благодаря институту Белгоспроект, материально-техническая база центра пополнилась интерактивным столом. Надо все в картинку собрать. Давай. Так. 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 Рожек читай. Молодец, да? Кроме родных программ, которые предусмотрены в умном устройстве, сейчас специально для особенных детей разрабатывают и авторские. Мы знаем, что современные дети, ну, в общем, все очень достаточно быстро осваивают гаджеты. Наши дети тоже не исключение, потому что им это интересно. Это гораздо интереснее, чем взаимодействовать просто с картинками, с фотографиями. Здесь можно пальчиком привести картинку в движение. Еще один подарок от друзей из Поднебесной – интерактивная доска. Пусть за год и не произошло каких-то глобальных достижений, но педагоги уверяют, такая методика, безусловно, влияет на развитие деток. Соотносить по контуру Матвей не умел. А теперь ему интересно это задание, оно вызывает у него эмоции. Он берет указку и выполняет задание. Он стал находить свою фотографию именно благодаря этой доске. Почему-то вот такая фотография, она у него не вызвала интерес, своя. А на доске почему-то может быть где-то моргание какое-то, может быть какой-то свет. И вот он его привлекает, и ребенок находит свою фотографию, соотносит с фотографией мамы. Гусеничный подъемник, например, никак не отражается на интеллектуальных способностях мальчиков и девочек. Однако он в десятки раз облегчил жизнь посетителей учреждения. Ребята растут и вес прибавляется. Раньше спустить и поднять их с первого этажа на второй было целой проблемой. Большинство детей нашего центра имеют резко выраженные ограничения передвижения. И это, конечно, облегчает передвижение по лестничным маршам и для родителей, и для нас, педагогов. И у нас теперь два подъемника, и мы очень довольны и пользуемся ими систематически. Что касается водной терапии, то бассейн у центра раньше был, но долго не работал. В сентябре ситуация изменилась. Финансы выделили предприниматели города. Теперь занятия у детишек от 5 до 14 лет проходят три раза в неделю. А польза воды для человеческого организма всем известна. Дети сложные, конечно. Каждому нужен свой подход. Обучение у них проходит, конечно же, индивидуально. Продвигается все гораздо сложнее, чем у обычных детей. Но, тем не менее, все возможно. И я думаю, что в дальнейшем многие из них смогут освоить водную стихию, смогут где-то даже проплыть. Помимо лечебной физкультуры и танцев, в центре есть и сенсорная комната. Здесь дети при помощи особой обстановки восстанавливают психологическое состояние. А это для них очень важно. Помещение для релаксации тоже максимально оснащено оборудованием. Без сенсорной комнаты, я думаю, результатов было бы очень сложнее добиться, чем обычно. Проектор способствует развитию слухового. То есть там анимации, которые способствуют развитию зрительного восприятия. Но в анимации еще есть и звук. То есть это развивает и слуховое восприятие. Волшебная колонна при ее дотрагивании, она издает вибрации. И это способствует развитию тактильного восприятия. Практичным подарком для коррекционно-развивающего центра, и в частности для Лизы Харлап, стало приспособленное авто для колясочников. Оно появилось два месяца назад. Здесь, кроме комфортной начинки, особое внимание и к внешнему виду транспорта. Установлены даже проблесковые маячки. А при открытии двери загорается оранжевая лампочка и глохнет двигатель. Это для безопасности. Даже при малейшем ее не закрытии, она тоже заглухнет. И никак ее не заведешь, пока дверь полностью не закроешь. Есть видеокамера установлена у нас над средней дверью. Также я постоянно наблюдаю за детками, когда делаем посадку их. Специальный автомобиль для подвоза детей к месту учебы и обратно проспонсировал Бобруйский горисполком и Могилевский облсполком. Раньше в центре была такая услуга, но приходилось перемещать детей с коляски в салон на руках. А это усложняло жизнь ребят, педагогов и родителей. Теперь же в центре созданы максимальные условия для развития детей. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Бобруйск готов к сотрудничеству со всеми партнерами. На неделе наш город с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Беларуси Тома Шперницкий. Дипломат навестил памятник чехословацким легионерам в авиагородке, а также обсудил с мэром города вопросы более тесного экономического сотрудничества между странами. О взаимовыгодном диалоге смотрите далее. Бобруйск на карте поездок дипломата. Это возник не случайно. Город большой экономический игрок, как в стране, так и за ее пределами. Я приехал не только, чтобы вспомнить наших легионеров, но только, чтобы начать деловое сотрудничество с городом Бобруйск и с Бобруйским районом. Я бы был очень рад, если бы нашли какие-то города в Чехии или город в Чехии, чтобы подписать договор про дружбу. Но а уже в тенах гостеприимного Бобруйского госполкома в режиме плодотворного диалога Александр Студнев и Томаш Перницкий обсудили вопросы сотрудничества и сгладили острые углы за круглым столом. Нашли взаимовыгодные точки соприкосновения. Мы заинтересованы в любом случае в этих теплодружеских отношениях. И если вы со своей стороны готовы нам предложить где-то такой город, который будет взаимодействовать как в экономической составляющей, так сегодня и в социальной сфере, достаточно интересно. Это и обмен делегациями, это опять же и культурные мероприятия, которые мы можем совместно провести, в том числе и Дни культуры организовать на территории города. Пусть делегация и малочисленная, но эффект от ее визита качественный. Господин посол заверил, в самое ближайшее время он вернется в Бобруйск с экономически выгодными предложениями. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Был тихий, никто его не трогал. Так студенты строительного колледжа в Благовещенске отзываются о парне, который на днях устроил в стенах родного СУЗа стрельбу. В деталях происшествия теперь будут разбираться правоохранители. Ну а далее обзор самых громких мировых новостей за минувшую неделю. В строительном колледже Благовещенске подросток прямо во время занятий устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, еще трое получили ранения и сейчас находятся в больницах. Нападавший покончил с собой. По словам очевидцев, студент четвертого курса опоздал на лекцию, его попросили покинуть аудиторию. Однако через несколько минут он вернулся с оружием в руках, силой вытолкнул преподавателя из кабинета и открыл хаотичную стрельбу по одногруппникам. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», совершенной из хулиганских побуждений. Не исключено, много вопросов будет адресовано охранникам заведения, каким образом студент смог пронести оружие. В легендарной Венеции до сих пор не могут решить проблему с паводком. Утопающий город готовится к очередному приливу. Ожидается, вода поднимется выше полутора метров над уровнем моря при критической отметке в 130 сантиметров. Объявлен самый высокий уровень опасности. Мэр призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу. Ушедшая под воду площадь Святого Марка уже закрыта. Премьер-министр Джузеппе Конто назвал ситуацию ударом в сердце страны. Чтобы устранить последствия первого наводнения, совет министров выделил 20 миллионов евро. Пострадавшие местные жители имеют право на получение компенсации. В размере пяти бизнесмены 20 тысяч евро. Уже более тысячи килограммов кокаина обнаружили на французском побережье за последний месяц. И эта цифра продолжает расти. Завернутые в целлофановые пакеты посылки на побережье выбрасывают морские волны. И происходит это ежедневно. Но вот откуда выяснить, до сих пор не удалось. Основная версия полиции. Кокаин могли потерять контрабандисты во время шторма. Общая стоимость которого около 65 миллионов долларов. К слову, это уже не первый такой случай. В августе на пляже Новой Зеландии также приплыли посылки с наркотиками стоимость около 2 миллионов долларов. Технический университет Нидерландов вот-вот выпустит самого юного ученика не только в стране, но и во всем мире. Диплом получит 9-летний вундеркинд Лорен Симмонс. Программу университета он освоил всего за год. Гораздо быстрее своих взрослых однокурсников. А 6-летняя программа средних и старших классов школы далась юному гению всего за полтора года. IQ ребенка равен 145. Он обладает фотографической памятью, а в будущем хочет стать кардиохирургом и найти средства для продления жизни людей. СМИ уже прозвали Лорена новым Стивеном Хокингом. Для сильных духом пожарный спасатель Владимир Цирибко стал победителем соревнований по гиревому спорту, которые проходили в рамках международного фестиваля здорового образа жизни в Москве. В категории до 78 килограммов. На протяжении получаса он поднимал гирю весом 32 килограмма. Об Абруйском силаче смотрите далее. Владимир Цирибко в мире гиревого спорта личность известная. Он победитель и призер всевозможных соревнований республиканского и международного уровня. Недавно его копилка дипломов и наград снова пополнилась. Он завоевал первое место в состязаниях, которые проходили в Москве в рамках ежегодного фестиваля спорта и здорового образа жизни «Эссенпроэкспо». В режиме нон-стоп на протяжении получаса Бабручанин поднимал гирю весом 32 килограмма и стал лидером в своей весовой категории. Когда тренируешься, такие циклические виды спорта, там еще какие-то бег делаешь, то потом организм привыкает. Естественно, тяжело. 10-15 минут и работаешь в каком-то режиме, а потом все, начинаешь терпеть. Это уже, да, дальше уже, когда уже, ну, чем больше стоишь, тем больше уже все начинается вносить, характер. Владимир – мастер спорта Беларуси по гирям. Желе затягает уже 18 лет. Для него это и образ жизни, и хобби, и, можно сказать, профессия. Молодой человек служит старшим пожарным в седьмом аварийно-спасательном отряде. Именно здесь и проходят его тренировки. Тренировочный процесс идет постоянно, как бы. Где-то больше, где-то меньше нагрузки даешь. Каким-то соревнованиям готовишься, там, ну, как долго, постоянно идет. Где-то сбавляешь просто чуть-чуть темп тренировочный, а потом ближе к соревнованиям за три месяца уже добавляешь. Церибко – гордость, свои части – всего дело по чрезвычайным ситуациям. Он призер областных соревнований, сильнейший пожарный спасатель и участник международных состязаний, которые представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Их участники выполняют за минимальное время в полном снаряжении пожарного. Стоит сказать, что весит такой комплект около 30 килограммов. Я даже скажу, чрезвычайно полезен как и части, отделу, отряду, так как спорт для него в целом занимает значимую роль в его жизни, насколько мне известно. Он, в принципе, тренируется на протяжении всего года, поддерживает форму. Владимир служит пожарным уже более 10 лет. Он пример и наставник для молодого пополнения. К слову, своих детей, а их у него двое, он тоже привлекает к спорту с самого раннего возраста. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Королевы площадки. На неделе в Бавруйске прошли республиканские соревнования по волейболу. Участвовали пять команд, в составе которых девочки 13-14 лет. В честь города отстаивала детско-юношеская спортивная школа номер 4. Ее воспитанницы, кстати, составляют костяк областной сборной. Все подробности у Максима Кембеля. Никого не удивим, если скажем, что сегодня белорусский волейбол переживает, если и не лучшие, то очень хорошие времена. Мужская и женская сборные участвовали на прошедшем чемпионате Европы. Женский клуб «Минчанка» сражается в российской суперлиге. Минский строительно в постоянной основе играет в Лиге чемпионов. Но этих успехов могло и не быть, если бы не развитие детского волейбола. В Бобруйске прошел турнир по волейболу среди девочек, чей возраст не превышает 13 лет. Минск, Баранович, Могилев и сборная нашего города. Соревнования проводятся ежегодно под патронажем президентского спортивного клуба. И это логично. Здоровье будущего поколения всегда находится под пристальным контролем государства. Проводится с целью как популяризации вида спорта именно волейбола. Также с целью отбора и молодых и талантливых спортсменов, которые в дальнейшем будут формироваться в национальный состав команд Республики Беларусь. Капитан, который способен повести за собой всю команду, человек, которому доверяет тренер. Виктория Балакина, волейболистка в третьем поколении. Уже четыре года девочка занимается в детско-юношеской спортивной школе номер 4. 13-летняя Вика мечтает привести свою команду к успеху на Республике. Волейбол – это то, без чего я не могу жить, потому что волейбол приносит кучу радостных эмоций. И я очень рада, что я пришла именно в этот вид спорта. В первом матче хозяева площадки принимали волейболисток из Барановичей. И хорошо, что не случилось сенсации. В упорном поединке бабульчанки переиграли своих соперниц. Счет по партиям 2-1, и наша сборная шагает в следующий тур лиги с хорошим настроением. Это все дети, фанаты волейбола, они обожают его, как их тренер. И поэтому здесь только нужно ставить задачи, цели и задачи, и все. А дети очень любят играть в эту игру и их не остановить. Я хотела еще, пользуясь случаем, поблагодарить нашего мэра города Бобруйска Александра Студнева, который помогает моим детям и мне выезжать на разного рода соревнования, турниры. Не ради результата, а ради воспитания здорового подрастающего поколения. Это основная цель не только этих соревнований, но и любых проводимых в нашем городе. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели.